Привет, ребята! С вами Даша. Я тут подумала, что мы всё о книгах и о книгах, если кино, например, я тоже очень сильно люблю. И более того, чёрно-белое кино занимает немалую область в моём сердечке. Поэтому сегодня поговорим про мои любимые чёрно-белые фильмы. Лично для меня чёрно-белые фильмы, даже если я смотрю драму или какой-нибудь боевик, несут в себе за счёт своего внешнего вида некую долю фэнтезийности. Но конкретно в этой подборке не будет мрачных и тяжёлых картин. Здесь будут фильмы, от которых мне тепло и уютно. Так что доставайте блокнотики, записывайте себе названия новых фильмов. Ну а если вы что-то из этого смотрели, то напишите мне обязательно в комментариях, какие у вас от этих фильмов впечатления. Начнём мы с двух фильмов, которые я советую абсолютно всем, кто только рискнёт задать мне этот вопрос. Даш, посоветуй что-нибудь посмотреть. Мне вообще дай только волю поговорить про этого актёра. Потому что в этих двух фильмах снимается один и тот же актёр, и он же по совместительству мой любимый актёр чёрно-белых фильмов. Актёра зовут Джеймс Стюарт. Я про него даже писала отдельно в выпуске, в своих сторис в Инстаграм. Настолько сильно он мне нравится. И мне кажется, он действительно герой своего времени, без какого-то негативного подтекста. Он идеальный гражданин для своей страны. Он родился в Соединённых Штатах. И для своего времени... Ну, смотрите, во-первых, он актёр, он голливудский знаменитый актёр. Он не задействован ни в каких скандалах, грязных каких-то сплетен на него вообще не накопать, даже несмотря на то, что он встречался с Марлен Дитрих. А Марлен Дитрих, она как бы через равенство со скандалами. Тем не менее, Джеймс Стюарт повёл с ней себя как джентльмен. Она очень хорошо о нём отзывалась. Никаких пятен на его репутации вообще не существует. А потом, когда началась война, он стоял одним из первых в рядах добровольцев. Но его берегли как голливудскую величину. Его не хотели отпускать на войну, потому что он был дорог для кинематографа. Тем не менее, он своего добился. Он стал боевым лётчиком и участвовал во Второй мировой войне. У него были боевые вылеты, и у него есть даже награды. И мне кажется, если бы Стюарта спросили, кто же он больше, актёр или лётчик, то он бы сказал, что актёрство — это его призвание. Но при этом находиться в армии, когда стране это нужно, это его гражданская позиция, которая точно так же для человека важна, как и внутреннее его призвание. В основном, Плуа Стюарт — это маленький человек. И как раз вот эти два фильма, они будут про маленьких людей. Один фильм, который я вам порекомендую, он довоенный, второй он послевоенный. Но их объединяет, помимо того, что там играет Джейн Стюарт, то, что эти оба фильма рождественские. Так что, ребят, ещё раз трясу вот этим воображаемым блокнотиком. Записывайте эти фильмы, посмотрите их в новогодний период или для того, чтобы настроиться на этот новогодний период. Ну и давайте уже приступим скорее к самим фильмам. Довоенный магазинчик «За углом». Он на самом деле стоит как предтеча всех тех фильмов, которые после него ещё наснимают и наснимают, и где будет примерно схожий сюжет. Так что, если вы любите картину «Вам письмо», то вот вам первоисточник. Ничего себе, какое солнце в Петербурге вышло. Несмотря на то, что «Магазинчик за углом» — это фильм рождественский, в этом конкретном случае я именно вот этой рождественской праздничной атмосферы практически не замечаю, потому что я сконцентрирована на том, что происходит между людьми на их отношениях в кадре. Главного героя играет Джеймс Стюарт. Он играет Альфреда Кралека, который трудится в магазине кем-то вроде управляющего или старшего продавца. И это магазин подарков. Знаете, там всякие шкатулочки, ремни, сумочки, жестяные баночки. В общем, в этот магазинчик можно прийти и приобрести какой-то подарок под любой из поводов. И в один момент в этот магазинчик устраивается юная Клара. Но у Альфреда и Клары, именно как у коллег, вообще не получается найти общий язык. Альфред и Клара оба одиноки. Они имеют свой какой-то внутренний богатый мир, они имеют свои интересы, они любят читать и поэзию. И что самое важное, они нашли себе друга по переписке. И этот друг по переписке, эти письма становятся для них некой такой отдушиной, по крайней мере от работы, где так или иначе возникают кое-какие сложности. Ну и догадайтесь в трех раз, с кем они переписываются. Боже мой, это даже не спойлер. Настолько очевидная формула. И это будет, конечно же, центральной линией в фильме, но при этом другие арочки, другие небольшие сюжетные завязки и развязки, они тоже очень интересны и украшают фильм, делают его более ажурным и сложным. Эти ответвления от сюжета будут еще лучше раскрывать перед нами всех героев, которые находятся в этом магазинчике, которые мелькают перед нами. Мне нужно как-то отвертеться. Клара, я не надейся. Сегодня в половине девятого у меня важная встреча, а еще нужно забежать домой переодеться. Скоро Рождество. Нам будет очень не хватать такой хорошей работницы, как вы. Поправляйтесь скорее. Современная девушка хочет анонимно переписываться на культурные темы с интеллигентным... Через какое-то время мы перешли к теме любви. Конечно, на весьма культурном уровне. Второй фильм, он послевоенный. Джеймс Стюарт опять же в главной роли и называется он «Это прекрасная жизнь» или «Это замечательная жизнь». По-разному его переводят. И я вас очень сильно прошу не путать с фильмом, который итальянский. Называется он «Жизнь прекрасна». И он повествует про очень тяжелый период Второй мировой войны, про эпоху Холокоста. И, как я уже сказала, «Это прекрасная жизнь». Это тоже рождественская история. Джеймс Стюарт играет Джорджа Бейли. Бейли живет в маленьком захолустном таком городочке американском. И он даже сам не представляет, насколько он сильно привязан к этому месту и ко всем этим людям, которые здесь живут. Дело в том, что Джордж Бейли за всю свою жизнь очень сильно прикипел к вот этому романтическому образу путешественника. И ему очень хочется покинуть родные края, уехать, путешествовать, ввязаться во все вообще возможные приключения. Ему даже дарят чемодан для путешествий. Но реально его жизнь связывает по рукам и ногам и оставляет его в этом маленьком городке, чтобы он был заботой, опорой, защитой для его жителей. Так Джордж Бейли работает в финансовой конторе своего отца и становится, так же, как его отец, припоной на пути у жадного мистера Поттера, который хочет добраться до всех денег, всех жителей этого городочка, все загробастать себе и вообще царствовать и всем владеть. И вот Джордж Бейли этому всему сильно-сильно мешает. И при том, что главная вот эта мечта путешествия у Джорджа Бейли, она не исполнилась, нельзя сказать, что его жизнь не удалась. Ну, сами посмотрите. В этом городке все любят и уважают Джорджа Бейли. С ним будут здороваться через улицу, бежать к нему, кричать «Здравствуй, Джордж, как у тебя дела?» Он женился на девушке своей мечты, на той, кого он любил с самого юного возраста. И более того, эта девушка тоже была в него всегда влюблена. И вот тут я немножечко остановлюсь и скажу, что именно в этом фильме находится самая топовая лично для меня романтическая сцена. Я готова пересматривать ее, и с одной стороны мне хочется смотреть ее как можно реже, чтобы она не замылилась у меня перед глазами. Это сцена между Мэри и Джорджем Бейли, когда они разговаривают по телефону с ее, ну, как бы женихом. Боже, там такой накал страстей, я все время сижу и вот кусаю ногти и губы, боже, это очень классно. Я не знаю, мне кажется, там может искрить через экран даже. Вот настолько классно они все это отыграли. Так что отсылаю вас к этому фильму не только потому, что он рождественский и классный в целом, но еще и потому, что там лично моя самая романтическая сцена из всего кинематографа. Ну, вот пока что ее вообще ничто не перекрыло. В общем, Джордж женился на Мэри, и у него семья, дети. У него не очень богатый, даже можно сказать весьма бедновастенький, но очень уютный и любящий его дом. Но в какой-то момент Джордж оказывается в таком отчаянии. И все, конечно же, из-за вот этого мистера Поттера, злостного старикашки. Фильм начинается с того, что весь городок, практически весь городок молится в сочельник за Джорджа Бейли, которому нужна помощь, и все это понимают. За него молятся и жена, и дети. И, в принципе, меня уже на вот этих первых секундах фильма можно выжимать от слез, потому что, ну, это так красиво. Ну, вы представляете, если бы за вас люди просили высшие силы просто потому, что они вас любят, и вдруг вы оказались в сложной какой-то жизненной ситуации. По-моему, это дорогого стоит. И в этот момент небеса слышат все эти молитвы, и там происходит в небесной канцелярии совещание. И в помощь Джорджу Бейли отправляют ангела. Этот ангел не так уж и прост, потому что, во-первых, он не очень как бы удачливый. Он такой действительно среди своих, на таком насмешливом немножечко счету, и его не воспринимают всерьез. И более того, у него нет крыльев. Эти крылья нужно заслужить своими добрыми делами, когда ты спасаешь человеческие судьбы, человеческие жизни. И задание по спасению Джорджа Бейли становится решающим для этого ангела. Если он успешно справится со своей миссией, то ему даруют крылья. И все, дальше начинается миссия по спасению. Все это усыпано вот этим черно-белым антуражным снегом, вот этими хлопьями, которые существуют только в черно-белых старых фильмах. Они есть и в американском кинематографе, и в нашем отечественном кинематографе. Мы к нему еще вернемся, и к вот этим бесконечно прекрасным снегам мы вернемся. Очень интересно наблюдать за этим, безумно переживательно за Джорджа Бейли. И сколько бы я раз не смотрела этот фильм, я всегда за него переживаю, как в первый, блин, раз. Те, кто, возможно, знаком со Стюартом, с его работами, возможно, спросят мне, ну, Даша, а как же его оскароносная филадельфийская история? Филадельфийская история – это тот фильм, за который Стюарт получит Оскар. Он потом получит Оскар еще раз, уже в преклонном возрасте, но не за конкретную работу, а за вклад в киноискусство в целом. То есть, представляете, у этого актера уже два Оскара, и как бы, ну, это показатель. С учетом того, что Оскар, он всегда был больше, ну, такой, про социум, про политику, нежели чем про искусство, тем не менее, с этим нельзя не считаться, и у Стюарта два Оскара. Но филадельфийскую историю я, конечно же, рекомендую смотреть, тем не менее, от нее у меня не так сильно ёкает, как от «Магазинчика за углом», и от фильма «Это прекрасная жизнь». Ну, мне кажется, я более-менее выговорилась, хотя я могла бы еще столько же и столько же говорить и говорить, но давайте уже двигаться немножечко дальше. Следующий фильм называется «В джазе только девушки». Мне кажется, его только ленивый не смотрел, тем не менее, я не могу его не упомянуть. Ну, во-первых, потому что там прекрасная Мэрилин Монро, Норма Джин. Я к ней как к персоне отношусь с огромным уважением, несмотря на то, что ее имя связано так или иначе с некоторыми скандалами, но мне все равно очень приятен этот ее образ. В джазе «Только девушки» мне нравится, конечно, из-за свою вот эту задорность, из-за джаз, из-за бесконечно прекрасные песни в исполнении Мэрилина Монро, из-за вот этих двух персонажей, которые переоделись в женщин. Господи, Джозефина и Дафна, это просто... Они такие смешные, они такие классные и задорные, что, мне кажется, именно образы женские этими актерами воплощены гораздо лучше, чем когда они отыгрывали мужчин. Я не знаю. Этот фильм всегда заряжает мне какой-то бесконечной, позитивной энергией, я после него всегда на подъеме, и в том числе из-за всей вот этой движухи, которая происходит. И в немалую очередь, если я больше смотрю не на отношения, например, Душечки и Джо, а когда я больше смотрю на Джерри Дафну и отношения с вот этим миллионером Филдингом. Боже, это так смешно всегда. Я фанатею от вот этой финальной сцене, когда Филдинг говорит, никто не совершенен, это всегда так веселит, я не знаю. У меня... Даже я вот, видите, когда рассказываю об этом фильме, у меня фонтанируют эмоции, я уже начинаю даже заговариваться. Так что, если вдруг вы смотрели этот фильм когда-то очень давно, я вам рекомендую его даже пересмотреть. Ну, а для тех, кто, может быть, вообще не в курсе, что же это за фильм и что там происходит, я немножечко кратенько поясню. Представьте себе зима Чикаго. Это время сухого закона, когда все эти подпольные кабаре и вечеринки плодились, разнонажались, и туда постоянно наведывалась полиция. И вот на одной такой нелегальной вечеринке оказываются два наших главных героя. Они сотрудники оркестра. Это контрабасист и саксофонист. Боли судьбы им заинтересовалась шайка бандитов, и она их разыскивает. И у ребят нет никакого другого шанса спастись, только переодеться в женскую одежду и с женским оркестром уехать далеко-далеко в Калифорнию. И, естественно, это закон жанра, когда женщины переодеваются в мужчину, когда мужчины переодеваются в женщину. Это несет в себе очень много комичных ситуаций. Все эти ситуации будут раскрыты так или иначе в фильме. И, конечно же, потом обман вскроется, но что это принесет героям, это вы уже посмотрите сами. Кстати, в джазе только девушки. Он имеет Оскар. И на самом деле его культурное влияние очень-очень такое ощутимое, потому что это один из таких первых значимых фильмов, где были уже попраны, скажем так, вот эти нормы этики, кинематографической голливудской этики. Про это очень интересно прочитать. И тут я могу вас только отослать хотя бы, как минимум, в Википедию. Ну, а мы движемся дальше. Ну, а мы переходим к следующему фильму. И этот фильм будет, опять же, рождественский. Ну, вот так получилось, что большинство любимых мною черно-белых фильмов, наверное, все-таки рождественские, да. Этот фильм называется «Жена епископа». Он был снят, если мне кажется, если мне не изменяет память после войны. Это 1947, наверное, год, 46-47. И здесь немножечко есть схожие элементы, как и в фильме «Это прекрасная жизнь». Здесь перед нами также семья, но уже семья епископа. Сам епископ, его жена и маленькая дочка. Все дело в том, что наш епископ очень сильно занят сборами пожертвований на новый храм. Он весь погружен вот в эту работу, в молитвы. И он настолько сильно отвлечен, что ему не хватает времени на семью. Он ее как будто бы перестает замечать и свою жену, и дочку. В это время появляется в городе незнакомец по имени Дадли. И этот Дадли якобы ангел, пришедший с небес, чтобы помогать нуждающимся. И вот тут очень необычный, мне кажется, момент. Ведь если посылают ангела, то мы должны быть сосредоточены все-таки на судьбе людей. А ангел – это как бы такой волшебный помощник. Он ведет, направляет. Здесь немножечко фокус смещается, и мы больше видим самого ангела и то, как трансформируется его понимание важных вещей, действительно важных в жизни вещей. Да, сам епископ, он тоже много чего поймет, но он как раз здесь не центральное лицо. А все повествование так или иначе сосредоточено на отношениях жены епископа и мистера Дадли. И это само по себе тоже необычный момент, потому что ангел и смертная женщина начинают дружить, и ты уже в какой-то момент понимаешь, а дружба ли это? И тут очень небольшой такой какой-то этический вопрос возникает, или не небольшой даже, но все равно вопрос этот возникает. Бесконечно прекрасная сцена катания на коньках, где мистер Дадли и Джулия, так зовут жену епископа, где они катаются. И это очень красиво, это очень сказочно, это, возможно, супер наивно, но я не могу не пересмотреть эту сцену еще раз, даже после того, как уже фильм завершился. Тоже советую вам этот фильм, мне кажется, с ним не очень много народа знакомы, потому что он не такой популярный, как джаз «Только девушки» или даже как работа Джеймса Стюарта. Но, тем не менее, это действительно стоящая картина. И переходим дальше. И вот тут, мне кажется, я уже опоздала, потому что если рождественские фильмы у вас есть шанс своевременно посмотреть, то фильм «Я женился на ведьме» он больше про Хэллоуин, а Хэллоуин уже прошел месяц назад практически, ребят. Но при этом я считаю, что рождественские и хэллоуиновские, вообще какие угодно фильмы можно смотреть в любую погоду, в любое время года, было бы настроение и желание. В общем, да, фильм «Я женился на ведьме» он повествует о том, что в 1600 каком-то там году инквизитор, пуританский инквизитор, казнит колдуна и его колдунью дочку Дженнифер. Их души заключены в дерево на холме, чтобы они никогда не покинули своей узнице и больше не творили зла и колдовства на божьей земле. Но тут так получается, что Дженнифер умудряется проклясть этого инквизитора на многие-многие поколения вперед, и не будет счастья в браке всем его потомкам, покуда многоточие проходит очень много лет. И мы видим потомка того самого инквизитора. Он собирается жениться на стервозной избалованной женщине, он собирается баллотироваться в губернаторе, в общем, у него жизнь на пороге таких больших совершений. В это время происходит гроза, и души колдуна и его дочери высвобождаются и прилетают в дом этого потомка инквизитора. И тут начинается такая чехарда, очень интересно за всем этим наблюдать. Как минимум забавно то, что души, когда только прилетели в дом, спрятались в бутылках, и бутылка, в которой спрятался колдун, не была пустая, и он напился, естественно, и эта пьяная душа такое творит. Боже, это так смешно! Я бы, наверное, советовала этот фильм тем, кто любит Гарри Поттера. Мне кажется, это одна из таких иллюстраций интересных отношений между маглом и магом. Так что, если представить, что действие фильма происходит во вселенной Роулинг, не будет, мне кажется, сильно больших нареканий, по крайней мере, когда вы смотрите вот эту часть, где уже действие происходит в 20 веке. Ну и что, мне осталось два фильма назвать. Эти два фильма, они отечественные. Первый фильм называется «Девчата», и я его могу пересматривать бесконечное количество раз. Он меня точно так же заряжает на позитив, как это делают в джазе только девушки, только, наверное, еще в большей степени. Я люблю девчат за то, что там, во-первых, зима, прекрасная сибирская зима с вот этими морозами, с елками, когда человек там закутан в шубу и двигается вообще как неповоротливый медведь. Для меня все это отдает детству. Когда меня маленькую заворачивали вот в такую шубу, когда у тебя ручки торчат, и ты просто можешь только идти прямо, все, и поворачиваешься всем корпусом. Лично для меня это очень ценные воспоминания и очень ценные вот эти внутренние ощущения. При этом «Девчата» это один из тех фильмов, где главный герой, герой Николая Рыбникова, возлюбленный нашей главной героини, он не настолько отвратительно себя ведет, чтобы постоянно фейспалмить. Ну, для сравнения, я очень не люблю главного героя, именно персонажа, именно вот как характер. В фильме «Москва слезам не верит». Гоша просто отвратительный человек, я не знаю. Возможно, для своего времени это был другой герой, но мы живем в 21 веке, и применяя эти характеры для наших реалий, прилагая эти характеры к нашим реалиям, мы получаем итог, что Гоша это ужасный, ужасный человек. А персонаж Николая Рыбникова, Илья, он, ну, такой еще более-менее, хотя момент, когда он психанул, кинул ведра, и вообще, в принципе, все это пари, которые они заключили, это выглядит все низко, тем не менее, по итогу он воспринимается гораздо легче, чем какие-то другие персонажи. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе голосами своими поддерживают нас. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, лежит дорога наша, и не видно ей конца, и вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. Девчата мне сейчас представляется несколько таким феминистичным фильмом, потому что Тося в какой-то момент заявляет, что вообще хочу быть одна, хочу халвуем, хочу пряники. Чем вам не феминизм? Ну и вообще, конечно, для меня этот фильм отдает больше каким-то детством, чем-то таким незапятнанным, чистым. И при этом фильм несет в себе много разных характеров. Тут вам и женщина в разводе, и женщина, которую не воспринимают как будущую жену, а воспринимают только как человека, с кем можно погулять и постоять где-нибудь в сторонке, пообщаться. Есть там такая любовь, которая лишь бы хорошо было в быту, а все остальное стерпится, вслюбится. И вот за эту легкую при этом многогранность я в том числе люблю этот фильм. А еще там есть одна из самых аппетитных сцен всего кинематографа, который я видела, это когда Тося ест вот этот невозможно огромный бутерброд с вареньем, прихлебывает чай. Потрясающая сцена. Всегда хочется сделать такого же объема бутерброд себе и запереться на кухне, жевать себе, причаркивать в свое удовольствие. Следующий фильм. И если честно, мне жалко, что его раскрасили. Я посмотрела раскрашенную уже версию, и мне уже немножечко приходится делить две эти картины в голове. На черно-белую и на раскрашенную цветную. Это, конечно же, Золушка, наша советская Золушка. Это 1947 год, и сценарий Шварца бесконечно прекрасен. Я на самом деле часто вспоминаю про этот фильм, когда прохожу вот здесь по соседней улице, у нас есть улица Шварца. Мне кажется, «Наша Золушка» — это идеальный фильм для каких-нибудь семейных выходных. И если честно, мы уже пару раз с Ярославом даже ее смотрели. Я переживала, что Ярику будет пока что неинтересно, и он не будет понимать, что там происходит на экране. Но он всегда так завороженно смотрит на то, что делает фея, на все эти превращения. Так что я считаю, что даже вот в таком маленьком возрасте, Ярославу сейчас два года, уже можно смотреть такие фильмы. Они добрые, они прекрасные. Они рассказывают о правильных вещах правильным языком. Я на самом деле при просмотре себя иногда тешу мыслью, что я немножечко Золушка, что я тоже такая трудяшка, или, по крайней мере, продуман. Когда, помните, она достает из платья иголку и пришивает на балу, на балу, королю его мантию. То есть это вот эта продуманность жизненная, когда ты с собой берешь моток изоленты или скотча. Мне кажется, такие моменты, они роднят нас с персонажами сказок. Ну что, ребят, мне кажется, я вам все рассказала. На самом деле, черно-белых фильмов, которые я люблю и хотела бы вам посоветовать гораздо больше, но я сейчас сконцентрировалась на тех, которые вызывают у меня улыбку на все лицо буквально. Ну а так вообще хочется, конечно, рассказать вам и про «Гражданина Кейна», и про «Гильду», и про еще очень много-много-много черно-белых фильмов. И эти фильмы побуждают, по крайней мере, на внутренний диалог, а то и на диалог с окружающим миром. Ну а вас, ребята, я прошу написать в комментариях примеры своих черно-белых фильмов, которые вам дарят. Либо хорошее настроение, либо это просто значимый по каким-то причинам для вас фильм. Все, я это обязательно отсмотрю. Если получится, если наберется достаточное количество примеров, я даже, наверное, выкачу отдельным постом или отдельный сторис в Инстаграме ваши примеры и свои, и ваши примеры, чтобы как можно больше людей это все увидело. Ну и тут я буду закругляться. С вами была Даша. Всем хороших книг, приятного чтения, всем хороших фильмов. До следующей встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok